Друзья, товарищи, здравствуйте! Готовиться к Новому году собираемся. Помнится мне с прошлого года столько было вопросов, типа, а почему утки не запеченные? Мы думали, думали, ну, думаем, может, 2020 это уж и сделаем. В общем, смотрите, в чем идея. По моему опыту богатому есть несколько моментов, которые меня не устраивают в этом блюде. Во-первых, ну, она всегда получается суховатая. Сделать ее сочной вы, конечно, напишите, что, мол, типа, в рукаве запекай, будет сочная. Да не будет она сочная. Это мясо, которое при длительной термообработке выталкивает большое количество влаги и, как ни крути, она не будет сочной. Но можно постараться поплясать вокруг этого. Второй момент, это количество жира. Ну, ничего страшного, как бы, утка жирная, мы все к этому привыкли и никаких проблем нет. Вы можете, конечно, срезать лишний жир, вытопить там, гуску обрезать, еще что-то. Тут все на ваше усмотрение. Я считаю, что именно из-за жира она еще более-менее так быстро не высыхает, как могло бы быть, если бы это была не утка, а курица. И третий момент, мне не нравится ее аромат. Вот этот вот странный аромат, поэтому во всех кухнях мира стараются добавить какие-то пряности для того, чтобы отбить этот аромат. То же самое я вам расскажу, покажу. Но давайте так, разделим на два этапа. Первый этап, это маринование. Второй этап, это запекание. Значит, от первого этапа зависит практически все, какой вкус будет у утки после. Потому что вот эти, типа там, смажьте мандариновым джемом и сожгите этот сахар, отвернувшись или уйдя в туалет и так далее. Я не особо поклонник, короче, вот этих вот жестких каких-то сахарных мер сверху. И вообще, меня не очень, конечно, устраивает тот факт, что как бы во всем мире принято утку подавать с вареньем. С манго-то, не знаю, с какими-то апельсиновыми джемами, еще что-то. Я люблю утку, чтобы была брутальный вкус имела. У меня есть тушка в утке, она охлажденная. Даже вот опаленная. Не везде удаленные волосы. Поэтому чаще всего нужно просто-напросто взять пинцет и подергать волосы там, где вам они не нравятся. Потому что истории про то, что у тебя есть горелка, ты мог бы это все сжечь? Да, конечно, я сжечь мог бы все. Я бы мог даже горелкой приготовить утку уже. Но мне не нужно, чтобы у меня курица или утка были с перегретой кожей. Тогда кожа в духовке перегретая начинает быстрее готовиться. А если кожа у вас быстрее готовится, а мясо не успевает за ней, это значит, что кожа будет подгорать. Поэтому горелка не всегда хороша. Тем более, что на рынке при мне вот ее немножко опалили. Видите, пеньки черные. Все остальное вырубаем на корню с помощью пинцета. Пинцета рыбного. Потому что у него помощнее хват. Скажем так. Да, и важно очень. Подмышки. Подмышки. В 60-е, 80-е годы было модно ходить с лесополосой. То в 2000-х лесополосу стали вырубать. Потому что мода нам стала говорить, типа, подмышки должны быть всегда такие аккуратненькие. Потому что вот это вот ух, могучее перьевое напыление внутри, как бы у любой птицы. Оперение. Подмышкой не жарится там ничего. Варится. Поэтому вареные волосюшки это не очень, правильно, не очень вкусно. Ну смотрите, более-менее общипали уточку вот сюда. Грудкой вниз. Почему? Потому что даже если вдруг у вас посудина не позволяет налить вот столько воды, сколько у меня, то грудка и ноги должны быть в рассоле. Спина не так важна. Там мяса нет, вы же все равно это есть не будете. Здесь что-то подтопится. Крылья тоже жесть. Ну плечи чуть-чуть поедите. Ну то есть вот верхушка может торчать, все остальное должно быть обязательно в воде. С чего начинаем? Начинаем вот с чего. Значит, полстакана соевого соуса. У меня утка два с полной килограмма. Охлажденная. Ну на рынке, слава богу, такие были. Потому что у нас в магазе около дома была одна замороженная. Я что-то думал, думал, брать ее не брать. Брать, потом плюнул. Думаю, есть возможность. Если у вас есть возможность взять утку поинтереснее, берите поинтереснее. Даже если она будет дороже стоить. Вам дороже будут стоить ваши зубы. И вот это вот ощущение мягкой утки более мягкой, чем заморозка. Заморозка, конечно, там ее маринуй, не маринуй. Все равно получишь как бы, ну, сухое мясо здесь. Апельсин. Вот такими вот дольками нарезаем апельсинчик. Значит, дольки эти все выжимаем. Вот так вот, разбрызгивая сок по всей кухне. Все вот сюда складываем кутки. Вместе шкурки со своей терпкой цедрой они должны быть тут. Не надо их никуда там выкидывать. Можно, конечно, сюда ливануть сока пакетированного, но в нем не будет столько вот эфирных масел, сколько вот в тот момент, когда вы выжимаете и прям аромат такой апельсиновый. Потому что утка дело такое. Хотите, чтобы было вкусно, нужно чутка подзаморочиться. Весь в благородном апельсиновом соке лаврушка. Лаврушки побольше. Тут три раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Штук десять, наверное. Это же маринад, поэтому она не даст нам столько, скажем, горечи, как если бы вы десять штук бросили в суп. Корица. Два, четыре и три, семь. Во. Вот это примерно то, что возьмет в себя утка и какого аромата она станет. Сразу понюхали, прикинули, как вкусно будет. Ну и, соответственно, самые простые ингредиенты, как мы знаем, как мы любим. Все, что есть под рукой. Теперь соль. Утка довольно жирное мясо. Здесь нужно быть одновременно аккуратным, но в то же время, если вы чуть-чуть больше добавите соли, то через вот этот толстый слой жира соль не так просто проходит. Она, конечно, изнутри просаливает, но смотрите, сколько здесь. Раз, два, три ложки соли. Три. Больше не надо, потому что у нас там есть соевый соус. О, утка вкусная, будет нос чешется. Теперь мы сюда выливаем бутылочку пива. Не губите, мужики, за бренд. Я пиво не пью, поэтому у меня вот тут кто-то из гостей был, оставил, я думаю, о, это самое то, что нужно для уточки моей. Пиво и пивные дрожжи дают процесс размягчения. Не зря все мировые державы, кто, так сказать, производит пиво, у них большое количество пивных маринадов в самой кухне, потому что дрожжи, они, конечно, делают свое дело. Так, запах шикарный. Дальше, значит, это, 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 Можно добавить, кстати, лайфхак. Пакетик с глинтвейном. Высыпаете сюда, все добавляете. Можно немножко вина белого, чуть-чуть. Но смотрите, большое количество кислоты может спровоцировать брожение. Будьте аккуратны. Вот с пивом все понятно. Ночь стоит спокойно, никаких вариантов. И остальное все мы доливаем в фильтрованную воду. Почему фильтрованную? Вы знаете, потому что, во-первых, фильтрованная вода позволяет нам не менять вкус блюда. Во-вторых, это мой любимый спонсор Аквафор. Кувшин вот с таким вот электронным блоком, который продавливает через мощный фильтр. Просто так вода не протекает. Здесь он равен по мощности, по силе, так сказать, вот этой фильтрации тому фильтр, который стоит у меня под плитой. Под плитой, под раковиной. Значит, и вот мы всю эту гастрономическую вакханалию разбавляем фильтрованной водой, ну, потому что больше одной бутылки мне бы никто не простил. Пиво. Все, и теперь перемешиваем. Корица, воздух там. Вопрос на засыпку. Твой любимый черный перец ты не добавил. Почему? Черный перец штука такая. Плавать он будет тут сверху. По желанию я бы добавил гранулированного. Ну, то есть, чтобы он хоть как-то тут был похож на чайную ложку. мусор это все. Мусор. Черный перец. Я, в общем, добавляю только ради своей увлеченности этим прекрасным гастрономическим элементам. Значит, смотрите. Все повертите, покрутите, посмотрите, чтобы внутрь там все залилось. И вот этот прекрасный тазик с великолепной плавающей здесь уткой. Ну, утка водоплавающая, поэтому она здесь на своем месте. Оставляем на ночь. Главное тут еще составляющая, которую я не упомянул. Когда вы ее просто солите на сухую и начинаете жарить, тогда получается, что соль выталкивает влагу, температура выталкивает влагу. Но если вы замачиваете ее в рассол, то просаливаясь, соль начинает удерживать влагу. Вы даже не можете взвесить это все на весах. До вымачивания, после вымачивания, вес будет разный. Мясо напитывается влагой и становится еще один путь к влажнику, к сочности. Я делаю дополнительно такую ванночку, помимо пергамента, в которой у меня будет лежать утка. Все. Как только утка у вас пролежала ночь, вы достаете. Кстати, из-за полстакана соевого соуса кажется, что как будто рассол темный, а утка не прокрасилась, потому что жир, кожа ничего не дает этому происходить. теперь кладем на спину. Это обязательно. На спину. Тут можно экспериментировать со всякими историями по поводу надувания кожи, обливания водой. Это все имеет место быть, но как показывает опыт, русский человек не хочет этим ничем заниматься, поэтому несколько кусочков, чтобы воздух ходил, обязательно лаврушку сюда, и у нас начинается первый этап запекания. Пару палок корицы. Первый этап запекания. Мы запекаем без начинки, потому что начинку я буду готовить отдельно и добавлять ее чуть позже. Сейчас ставим на температуру не очень высокую, градусов 150-130, 130-150, в зависимости от того, и конвекцию, обязательно конвекцию включать. Нам нужно, чтобы утка хорошо прогрелась внутри. Когда мы фаршируем ее чем-то, то тепло проникает внутрь медленно. Как правило, если вы, не дай бог, еще рисом какие-нибудь начинили, то рис у вас красноватого цвета, потому что все соки с этим миоглобином, они устремляются внутрь, и часто бывает такое, яблоки, капусту, еще что-нибудь вытаскиваешь оттуда, а там красноватая жидкость, неприятная, для многих течет. Потому что, ладно, когда неприятная красноватая жидкость из стейка вытекает, здесь вопросов не возникает. Люди, особенно мужчины, любят с кровищей, чтобы вкусно было, медиум ре, то с птицей всегда возникают вопросы, надо ли это мне. поэтому здесь прям несколько кусочков и вот гуляющий, видите, гуляющий ветер здесь должен быть. Норка должна быть чистая, все, чтобы там гуляло. Жир пусть стекает, все стекает. Сейчас нам ее нужно по сути просто-напросто прогреть хорошенечко, прогреть, без фольги. Градусов 140, сейчас я там у себя у меня, так как чудесная духовка, у меня там стоит термометр внутри, сейчас где-то около 50 градусов, все, буду следить за этим. Примерно где-то на полтора часика нам ее нужно прогревать на невысокой температуре. Если вдруг вы поймете, что у вас почему-то горит, значит температура очень высокая. Почему без фольги? Фольгой накрывают тогда, когда мы хотим ударить теплом, но боимся, что жирная кожица начнет подгорать на высокой температуре. Тогда мы накрываем фольгой. Но нам не нужно ее пробивать высокой температурой. Нам ее нужно хорошенечко прогреть, чтобы внутренности все прогрелись, чтобы она изнутри чуть-чуть подпеклась. Тогда гарнир будет без красной жидкости. Прошел примерно час. Чуть-чуть больше. Пора готовить гарнир. Утка там у нас находится помаленьку уже даже на низкой температуре она подрумянилась. Полтора часа прошло. Полтора. 130 градусов в духовке. Ну и соответственно давайте пока пусть она там стоит. Для вот таких гарнирных вещей всяких яблок было много. Я смотрю там яблочко одно. Опа! Начало портиться. Такие вещи обязательно как раз нужно использовать во всевозможные начинки. Там где вы не видите цельной формы яблока. Поэтому все лишнее надо вырезать. А это вот оставить как раз для начинки. Кроме яблок у меня здесь еще есть апельсин. Ну яблоки конечно ароматные. и дадут утке такой очень привлекательный вкус. Да и конечно люди живущие в России да и не только наверное в России любят утку с яблоками. Главное выбрать чтобы яблоки были не супер экстра сладкие а такие с кислиночкой тогда будет самое то. Крупными кусками можно вот так чуть-чуть помельче порезать. цель какова сделать так чтобы яблоко быстро не приготовилось должно чуть-чуть оставаться сыроватым. Не оно конечно дойдет там и так далее но во всяком случае здесь на этом этапе нам нужно выдержать его плотность. Две палочки корицы сюда же пусть будет. Смотрите я вчера был на рынке обнаружил что сейчас как раз подходит к концу сезон фейхуа я себе взял поесть но думаю отчего бы парочку троечку фейхуашек туда не добавить они дают очень пряный яркий аромат такой фруктовый и совершенно хорошо подходят для птицы для жирной птицы да они сейчас будут при нагревании такой отдавать прям отдавать и отдавать отдавать и отдавать курага вдоль разрезал каплю то есть в любом случае вы когда будете делать начинку то ориентируйтесь на то что у вас есть в квартире ну вернее ну да в квартире потому что оно же не всегда бывает в холодильнике так кусочек сливочного масла пару щепоток сахара чтобы не было никакого варенья у меня еще лимонный сок туда пойдет но сладость должна быть подчеркнута можно чуть больше температурки обязательно цедру апельсина если вы вдруг чего-то решите что мало влаги кусок апельсина отрезаем выжимаем да пока мне я пока не вижу что мне нужно влагу дополнительную какую-то в гарнир да вот это вот это грань вкус аромат сливочного масла корица апельсин цедра кислота яблока и вот этот легкий аромат фейхоа соль с черным перцем обязательно смотрите что получилось сейчас яблока вот это вот верхняя да и даже местами стала мягкая ой даже он пытается развалиться что прям мягкие мягкие яблочки но старайтесь вот оставить их чтобы форма была перед закладкой в утку пробуем божественно достаем утку процессы у нас идут понимаете все не спеша все должно быть не спеша вот смотрите что мы имеем мы имеем прекрасный прозрачный жир который вытопился из утки температура низкая нечему гореть никакого сахара сверху нету это был предварительный так сказать как бы правильно сказать предварительная подготовка значит теперь самое время пройтись еще разочек по некоторым деталям во первых во первых достаем оттуда вот эту всякую ерунду которую мы запихнули туда чтобы изнутри у нас и были эфирные масла и чтобы был поток воздуха который ее готовит изнутри вот теперь подходим к важному моменту на вопрос на ваш вопрос типа зачем фаршировать ее потом а не почему это не сделать сначала меня всегда смущал вот этот вот странного цвета бульон вот эта сукровица которая выделяется собирается внутри утки во время приготовления и соответственно что мы получаем вся наша начинка которая у нас там внутри вот сейчас она была бы странного розового цвета но я не про то что она бы окрасилась а я про то что вот этот белок и там остатки миоглобина они конечно мне вот не нравится здесь у меня ощущение это вот как пенку с бульона снимаешь вот эти все хлопья белка вот они здесь это все непригодно вот во первых видите аромат какой классный внутри ну это у нас ряд мероприятий и просаливание ну и соответственно приготовление с кусочками апельсина ой ой великолепно и внутри она стала светлой не красная теперь пинцетом еще разочек проходимся потому что теперь то уж вот эти вот волосюшки они во первых стали лучше торчать их удобнее брать во вторых видите вырываются прям с корнем это классно как у рыбы у готовой рыбы кости вынимаются лучше чем у сырой все где-то есть какие-то перышки видите прям такими пеньками пень пень вот этот вытопившийся на невысокой температуре жир который не жарится а который просто вот сам все течет как вода его можно собрать в баночку спрятать в холодильник пожарить на нем картофанчик с чесноком и луком что угодно можно сделать готовить блюда какие-то заправку к борщу к щам там куда захотите но когда вы видите коричневую вот эту жареную массу жировую ну это не очень хороший как бы знак не очень хороший знак на короткое время даем уточки полежать здесь для меня как для повара вот эта вот вещь очень важная жир утиный который буду использовать потом поэтому я его сливаю куда-нибудь в боксик и прячу в холодильнике все все теперь осталось только нафаршировать ее видите яблоки как бы не мягкие но мягкие не твердые но форму держат паприки для красоты добавляем можно добавить любые специи кстати молотые уже здесь можно имбиряка чуть-чуть имбиречка можно добавить каплю гвоздики смысл в утке вот это как раз вот эти пряности глинквейн из утки и лимона еще я хотел сюда кислоты весь гарнир должен всегда быть готов во время закладки все и корицу то что запихиваем и курагу и фихуа все должно быть внутри и вот смотрите тут очень простой как бы вот мой шефский домысел вот сейчас все жарено с этими вкусами с сливочным маслом корицей и паприкой это вкусно вот само по себе а когда вы набиваете сырыми яблоками апельсинами утку вкусно это сырые яблоки которые потом приготовятся не приготовятся непонятно или вы полноценный вкусный гарнир внутрь отправляете крупа приготовьте полностью крупу ничего там не произойдет у вас она у вас не превратится в какую-то клейсерную массу или еще что-то там нет столько температуры внутри утки все утку аккуратно фаршировали и в духовочку я вот сейчас вижу у меня в духовке 140 градусов значит теперь мы с гарниром уже ставим на дожарку повышаем температуру до 180 190 и минут на 20 но только в этот момент нужно смотреть чтобы ничего не горело корочка должна быть равномерная если вдруг что-то не так вытаскивайте разворачивайте и снова туда если у вас с одной стороны бывает запекается вертите утку давайте постараемся чтобы это все было прям супер красиво когда время истекло я выключил духовку и оставил утки в духовке еще примерно минут наверное на 15 или даже чуть больше в духовке есть тепло утка медленно начинает остывать но при всем при этом остается горячее так вот у вас не будет вот этой вот переизбытка сока который будет он все равно будет при нарезке но он распределится сейчас очень равномерно и утка останется сочнее чуть-чуть вот смотрите что у нас получается получается вот так вот сделаем чтобы было понятно как выглядит утка с запеченным фейхоа и вот тут немножечко у нее так сказать все золотится тут можно взять кисточку смазать для того чтобы она блестела лучше здесь как раз и сахар там вытек какой-то от яблок еще чего-то потому что мы все хозяйки любят на стол поставить блестящую красивую утку добиться хрустящей корки навряд ли простым так скажем ни поливальным способом ни китайским не удастся поэтому мы забиваем как бы на факт отсутствие корки но зато вот эта вот смазанная вкусная штука жиром будет да просоленная утка я уже предвкушаю что это не просто праздничная утка это вообще офигеть какая праздничная утка я в центр апельсина не кладу потому что у нас здесь утка лежит ну и как бы не особо понятно что у нас там нет апельсинов ну скажем такая легкая экономная распределение апельсинов на праздничном столе ну вот смотрите что у нас получилось всего-то три часа и все офигенная утка здесь ну что ж давайте резать ее возьмите длинный узкий нож им будет удобнее это делать поверните доску так чтобы грудка была к вам ножка от вас с чего начать даже не знаю мне прям конечно трогать ее неохота но пробовать то надо вы же спросите ну что посмотреть внутри захотите ну как вот киль вдоль киль киль вдоль офигеть да что ж такое-то остужал остужал она в итоге горячая зараза зараза какая горячая да вот смотрите вот тонюсенькая кожица вы видите ее тут немножечко жирок остался вот видите а вот и мяско вот и пусть мне кто-нибудь скажет что она сырая там кровища хлыщет как вы любите это все прямо на сердце надавить опа вот что внутри малое филе утка утка сочная полностью приготовилась внутри просолена но чуть-чуть я бы такую утку есть не стал потому что она для меня сильно переготовлена я бы конечно оставил ее такую с легкой кровиночкой но если мы говорим об утке которую ставить на новогодний стол да она полностью полностью приготовлена вот с кожицей вкуснее огонь начинку аккуратно достаем вот посмотрите сколько почти 30 минут простояло вы видели какого какой текстуры были яблоки и вот они вот до сих пор еще остались твердые но некоторые помягче фихуа помягче понимаете что даже в горячей утке за 30 минут яблоки не доготавливаются то есть они как были как была вкусная начиночка так и остаются так давайте еще разочек мне-то соли всегда не хватает фихуа фихуяшечку оп шикарно так ногу посмотрим как она у нас была там так ножку смотрим аккуратно раз раз а вот ножка нормальная у нас получилась по-моему сочная красивая красивая супер окорочок попозже все вываливается вот она смотрите во-первых вот тут бежит прям сок 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 про шкурку не забываем ножка то я поболее люблю чем грудку ножку вот она смотрите мясо темное приятное вкусное и она мягче будет чем грудка а соединительной ткани много просто великолепие вот ножка да ножка 10 баллов грудка 8 баллов крылья 3 балла жрать нечего приятного аппетита дорогие друзья вот вам рабочий рецепт который должен стоять у вас на новогоднем столе подготавливаюсь заранее для вас чтобы потом не было спешки пока